Без дождя два месяца. Первый осенний ливень в городе начался еще ночью, но основной пик осадков пришелся на утро, когда горожане добирались на работу. Краснодар их встретил заторами, которым сервис Яндекс.Пробки уже дал оценку в 9 баллов. По некоторым улицам машины двигались со скоростью 7 км в час, трамваи плыли по рельсам, а потом и вовсе остановились. Первый состав встал около 9 утра на Коммунаров и Ленина. За ним последовали и другие трамваи, они стояли на пересечении Садово и Промышленное, а также Садово и Буденово. Время простое составило на различных маршрутах от 30 минут до 2 часов. Стояли и троллейбусы. За утро в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 54 обращения. В это время автомобилисты искали смытые номера и переносили девушек через дорогу. Наталья Ястребова сегодня утром прогулялась по Краснодарским улицам и готова поделиться впечатлениями. Краснодарская улица Одесская. Уже отвыкшие от проливных дождей краснодарские водители поспешили выложить в сеть записи видеорегистраторов. С утра главная тема для обсуждения в интернете, конечно, дорога на работу. Встречаются здесь и провокации. Горожане как будто и рады, что купальный сезон в Краснодаре продолжается. На Дмитриевской дамбе во время дождя проезжая часть не оправдывала своего названия. Пассажиры два часа выглядывали свой трамвай, но безрезультатно. А все потому, что рельсы ушли под воду. То, что ливень поставил сточный коллектор за труднительную ситуацию, наглядно демонстрирует фонтан, бьющий прямо из ливневки. Рогатый транспорт стоял от дамбы до самой северной. Обездвиженные вагоны ждали спасения на Садовой, коммунаров и Хакуратти. Это видно на новом ресурсе администрации города. Мобильное приложение отслеживает движение общественного транспорта. Зеленые точки – это как раз трамваи. Под мостом возле стадиона Кубань в низине тоже подтоплены рельсы. Поэтому электротранспорт проезжает здесь, сбавляя скорость. Валерий Гречкин приехал спасать трамваи. Для его автомобиля это четвертый рейс. С утра он уже вывез 11 кубометров дождевой воды. Пять минут работы откачивающей техники, прочистка ливневого стока. Из воды показалась белая часть мерного столбика. Это значит, что погода больше не мешает трамваям на этом участке. Чтобы обеспечить спокойную работу водоткачивающей техники, пришлось ограничить движение автомобилей по улице 2-я пятилетка. В районе Селезнево припарковался наряд ДПС. Когда выпадают обильные осадки, сотрудники дорожной полиции работают по привычной схеме. Несут дежурство в проблемных местах, направляя транспортный поток по альтернативным маршрутам. И каждые 15 минут докладывают оперативную обстановку. На контроле места, где занижена проезжая часть или не справляются ливневки. Бывает, что машины глохнут, расталкиваем вручную, прикрепляем трос, пользуемся спецтехникой, вплоть до того, что привлекаем эвакуатор, для того, чтобы помочь автомобилям выбраться из создавшейся ситуации. Чтобы такая помощь не понадобилась, в эпицентре подтопления на второй пятилетке машины едут по тротуарам. Так безопаснее. А те, что рискуют вброд, часто возвращаются на рыбалку. Как Сергей Печеный, с помощью закидушки, из лески и мешочка с магнитами, он ловит смытые номера своей ласточки. Яхал на автомобиле, потерял номер 945. Три номера нашло. Один на той стороне, два возле столба поставил. Передать куда? Вообще, на второй пятилетке сегодня чего только не было. И оторванные номера от полуднях было уже шесть. И обрызганные прохожие, и даже иномарка, заглохшая в пучине вод. Водитель этого автомобиля уже полчаса в ожидании эвакуатора. Обещали, что спасительная техника прибудет часа через два. Ситуация стабилизировалась, когда к берегам подтопленной улицы причалил все тот же автомобиль Валерия Гречкина. И, похоже, сегодня он на расхват. Дела на этом участке улучшатся, когда ведут в строй новую насосную станцию. Для улицы Московской любой дождь не проходит бесследно. Это явление местные жители уже прозвали «Озером Надежды» и успели к нему подготовиться. В дождь без резиновых сапог и дождевика из дома не выходят. А вот у автомобилистов план «Б» отсутствует. Рискуя заглохнуть, пускаются вплавь. Напряженная ситуация на пересечении Комунаров и Гаврилова. С таким объемом поступающей воды ливневки попросту не справляются. Во дворах и вовсе плотный пласт асфальта и высокие придомовые бордюры образуют бассейн, в котором низкие легковушки купаются не без последствий. Вот и Сергей спешил на работу, в час пик пытался обогнуть пробку, но, свернув во дворы, внезапно устроил себе выходной. Отдельные краснодарцы не только автомобили спасали, но и успели доказать, что новые тимуровцы и бабушку через дорогу переведут и девушку перенесут. В администрации города ситуацию с последствиями залпового ливня назвали штатной и заверили, к новым капризам природы в городе все готово. У нас есть готово к работе 24 единицы техники. При ухудшении погодных условий мы выставляем на дежурство порядка 11-14 единиц техники. При необходимости техники может быть увеличена до 40 единиц. Эта техника может пригодиться в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков осень в Краснодаре будет дождливой.